Привет, друзья! Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. Мы продолжаем с вами путешествие по моей любимой Кантаврии. И сегодня мы посещаем город Камильас. Когда-то в далекие-далекие времена город Камильас был обычной рыбацкой деревушкой. Но в 19 веке здесь родился в очень бедной семье мальчик по имени Антонио. И вот в самом детстве Антонио отправился в новый свет в поисках своего счастья. Когда Антонио Лопесо Лопес вернулся на родину, он решил превратить свой родной город Камильас в настоящую сказку. И построил здесь для себя великолепный дворец в готическом стиле. Когда Антонио Лопесо Лопесо строил для себя дворец, главной целью для него, конечно же, было показать свое благосостояние и удивить окружающих. А будучи одним из лучших друзей короля Альфонса XII, Антонио приглашал сюда на летний отдых всю королевскую семью. И в 19 веке, в 81 и 82 годах Камильас превращался в летнюю столицу Испании. Когда в Камильас на отдых приезжал Альфонсо XII, сюда подтягивалась и вся испанская знать. И во дворце Сабрильяна устраивались роскошные приемы и балы. А это семейная часовня семьи Лопесо Лопесо Лопесо. Здесь захоронен и Антонио, и его жена, и все его дети. Город Камильас – это место, где и по сегодняшний день испанская знать любит строить свои летние домики. А этот великолепный особняк XVI века Антонио Лопесо Лопесо приобрел для своей матери. В гости к ней по вечерам частенько захаживала королева Мария Кристина. Когда нынешний король Испании Филипп VI был всего лишь принцем астурийским, летом он любил отдыхать в этом особняке в городе Камильас. А это центральная площадь города Камильас. Здесь находятся различные магазинчики, бары, рестораны. И здесь же находится современное здание мэрии города Камильас. В историческом центре города Камильас множество баров и ресторанчиков. Пока я занималась экскурсией для вас, Лучик уже подобрал нам ресторан для обеда. Лучик делает из вина тинто добирану. Разбавляет вино газировкой. Какое кощунство! Сегодня на обед мы будем есть традиционное кантабрийское блюдо Акозидо Монтаньеса. Это фасоль и многочисленные сорта мяса, колбаса. Все это приправлено овощами. В принципе, можно съесть одну такую тарелочку и быть сытым целый день. Пища богов. А на второе я себе заказала жареные бакартес. Это именно та рыбка, из которой готовят знаменитые кантабрийские анчосы. Но здесь бакарты съедят не только в соленом виде, в виде анчосов, но и жарят вот такую мелкую рыбку. Уходят как семечки. На старой площади города Камильас очень много старинных строений, жилые дома. А в стиле Монтаньеса очень характерные для горной части Кантабрии. Здесь же стоит главная елка города. Правда, с ней что-то произошло, иголки уже падают. Но главное настроение праздника. Резные деревянные балкончики. Одна из характерных черт архитектуры Кантабрии. А это кафедральный собор города. Несмотря на то, что он построен в начале 17 века, его архитектура очень напоминает раннюю готическую архитектуру. Антонио Лопеса Лопес так любил свой город, что пригласил сюда начинающий талант Антонио Гауди. Сейчас за моей спиной вы видите одну из первых работ этого гениального архитектора. Замок Эль-Кабричи. Привет, Антонио, дружище! Несмотря на то, что злые языки поговаривают, что Гауди никогда не присутствовал на строительстве этого великолепного объекта, но сейчас он все равно им любуется каждый день. Главная страсть заказчиков этого великолепного дворца были музыка и растения. Тема растений воплощена в этой великолепной плитке, ручной работы, изображающей подсолнухи. Ни одна плитка не повторяет вторую, другую, ведь каждая плитка выполнена руками. Заказчик этого дома был холостяком, поэтому Эль-Кабричи строился как летняя резиденция для холостяка. Домик небольшой, но это совершенно не умаляет его великолепно. По задумке, это было спальная плитка. Как вы видите, в виде ситуации еще не сохраняется, но если захотите, то заказайте с вами, или если с вами, то вы будете делать с вами. Шикарно! Во дворце Эль-Кабричи по схемам Гаудит было нам воплощено очень много технических новинок. Одно из них является складные двери. Посмотрите, как аккуратно они складываются, закрываются, не мешая окружающим. Раз, аккуратненько сложили, и двери не видно. А это еще одно из технических чудес конца 19 века. Окна открываются за счет противовесов и, по идее, должны издавать музыку как шарманка. Сейчас, по истечениям нескольких десятилетий, музыка, конечно, не так хорошо слышна, но зато сами технические характеристики этого окна удивляют и по сей день. И давайте поднимемся на второй этаж этого дворца. Местница здесь, конечно, пушкая, не для слабо нет, а в пары здесь. Здесь, на втором этаже, сложена небольшая колеца стульев, сделанных по эскизам лениального Антония Голуи. Правда ли? Лениально разговаривать со своим собеседником с сидеть ему спиной. По-видимому, хозяин этого дома был не очень большим гурманом, иначе бы он не поместился в эти двери. Музыкальные пристрастия заказчика в основном отображены в кубке дворца Эль Каприча. Здесь мы с вами видим музыкальные ноты, а на башне скрипичный ключ. Кстати, друзья, в этом году Эль Каприча отмечает свой юбилей 130 лет. А вы как новенький? В сувенирах магазинчике Эль Каприча вы можете купить очень много милых напоминалочек себе о посещении этого великолепного дворца. А это здание, похожее на замок из фильмов ужасов, было построено одним из графов Испании в конце 19 века. При его строительстве преследовалась всего лишь одна цель удивить окружающих благосостоянием хозяина. То, что Россия переживала в 90-х годах 20 века Испания пережила еще во второй половине 19 века. К концу своей жизни Антонио Лопесе Лопесе заработал статус маркиза. Ему на родине был поставлен этот огромнейший монумент, с которого он через океан наблюдает за Америками, где он и заработал свое состояние. Друзья, если вам понравился мой выпуск, ставьте лайк, вон там вот внизу находится эта кнопочка. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски и обязательно делитесь со своими друзьями в социальных сетях. Не будьте жадными! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова